МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Мы находимся в музее «Волшебные узоры России», который создан в 2013 году. Этот музей объединяет в себе три экспозиции. Это «Народные промыслы», «Резное кружево» и музей, в котором мы сейчас находимся, экспозиция, которая называется «Русская изба». Данный музей создан для того, чтобы приобщать детей наших, наших учащихся школы, к народной культуре, к народному быту, к промыслам, которые есть у нас в России, но сейчас наши дети мало имеют возможности их видеть и наблюдать. На занятиях в отделениях школы мы очень часто используем технологию музейной педагогики, с чем вы сегодня и познакомитесь на нашем занятии. Музейную педагогику мы используем для того, чтобы окунуть наших детей именно в ту среду, которая нам нужна для того, чтобы более полней дети ощутили то задание, которое им будет предлагаться на занятии. То ли это песни, то ли это декоративно-прикладное искусство, то ли это изобразительное искусство. И сегодня мы вам представим один из, будем так говорить, рядовых, интегрированных уроков, которые проходят у нас очень часто, и это детям очень нравится. И проводить этот урок будут я, замдиректора и преподаватель изобразительного искусства Серебрякова Елена Васильевна, а также моя коллега, преподаватель отделения фольклорного искусства Епытаева Елена Владимировна. Здравствуйте, хозяюшка! Здравствуй, Варенька! Здравствуйте, девоньки! Здравствуйте, девчата! Здравствуйте, гости наши! Проходите, проходите, проходите в избу! Присаживайтесь, да за работу принимайтесь, да и песню запевайте, девчата! Наша подруженька обманщица Не хотела навек замуж идти Как пошла наша подруженька Нет за князя, нет за парина Ой, девчата, а ну гляньте-ка! Какая капуста в этом году родилась? А урожай-то богатый! На всю зиму хватит! Варенька, а ну поди сюда, помощь твоя нужна! Мне еще лапшу катать надо, капусту рубить, да еще курник печь надо Видите, девоньки, сколько дел? Иду, иду, только сейчас корзину возьму Ага Ну, в чем мне делать? Раздавай материал девчатам, чтобы они рукодельничали А я буду капусту рубить И вы, девоньки, тоже возьмите А надо лапшу катать? Ой, девчата, конечно надо! Да, ведь на Кузьму и Демьяна принято ставить на стол Лапшу домашнюю, кур жареных, да курник! А почему куры на столе должны стоять? Потому что на Кузьму и Демьяна говорят Кузьминке куриная смерть На зиму кур колють Кур прокормить зимой трудно Так что еще и капустку заготавливают, пряжу прядут Ведь Кузьминке еще по осени поминки Надо осень проводить как следует А зиму встретить, поэтому все, надо успеть, девоньки, вот так вот И вообще, кто такой Кузьма и Демьян? Ой, Кузьма и Демьян, девчата Они были знатными мастерами Кузнецами да плотниками Ходили они по деревням, всем помогали А денег за это не брали Поэтому они у нас покровители Всех мастерист да мастеров А еще Кузьма и Демьяна покровители семейного очага Так как октябрь и ноябрь это время сватовства и свадеб Так что, девоньки, мы сегодня с вами будем делать семейный оберег неразлучники Ну а мы обратимся к истории оберега неразлучники Например, для праздников масленицы Ивана Купалы, родов, свадьбы или переезда в новый дом Оберег неразлучники символизирует супружескую верность Но делали эти куколки и по другому поводу Например, для незамужних женщин, чтобы привлечь крепкие отношения И даже для уже состоявшихся пар, обменявшихся кольцами Талисман изготавливали особым способом Куклы обязательно держались за руки Причем руки им не скрепляли, а объединяли в одну с самого начала Для рук использовали палочку Еще одной особенностью обрядовых кукол неразлучников считалось и то Что при ее изготовлении никогда не пользовались иголками и ножницами Чтобы в жизни все складывалось гладко А семейная жизнь была не колотая, не резаная Любопытный факт Когда в семье появлялось пополнение К неразлучникам подшивали новых кукол, символизирующих малышей Изготавливая неразлучников, мастера учитывают значение основных цветов Красный означает достаток Притягивает, а также укрепляет любовные отношения Желтый способствует счастью Синий отвечает за гармонию в семье Зеленый обычно используется для исцеления болезней Белый символизирует чистоту души, помыслов Черный говорит о том, что человек привязан к родной земле Желает получить от нее силу В некоторых оберегах можно встретить серебряные или золотые вставки Нити такого цвета применяют для улучшения финансового состояния Под этими цветами подразумевается серебро и золото А мы, девочки, пришли с вами в гости в эту избу Увидели нашу жизнь девчонок А сейчас перед вами стоит такая задача Рисуем мы природу с вами на пленэре А здесь мы попали в такую обстановку Вам нужно сейчас из всего, что находится в этой комнате, в этой избе Выбрать то, что вам интересно для натурных зарисовок Вы сейчас выберите тот натюрморт, который вам интересен Компонуете на своем листе и начинайте делать зарисовки Пока что мы на этом занятии сделаем работу карандашом Натюрморт – это жанр изобразительного искусства На картине или фотографии могут быть цветы, фрукты, посуда и другие предметы Расположенные так, чтобы получилась гармоничная композиция Традиционный натюрморт рисуют в реалистичном стиле с натуры То есть, глядя на оригинал Натюрморт как жанр выделился не сразу долгое время Картины, изображающие цветы и предметы быта Использовали как обрамляющее дополнение к другим полотнам А также как украшение на створках мебели Первые самостоятельные картины появились примерно в 17 веке Тогда изображения предметов стали использовать как аллегории И каждый предмет имел дополнительный символистичный смысл Позже натюрморт стал популярен среди художников Однако считался низшим жанром Существует несколько видов натюрморта Один из самых ранних и распространенных – цветочный натюрморт Следующий по популярности – натюрморт сервированного стола Сегодня натюрморт является одним из самых популярных жанров У тех, кто еще только начинает рисовать На простых композициях, поставленных из нескольких предметов Учатся правильно строить объекты Передавать перспективу и наносить цвета тени Не менее популярен натюрморт у фотографов В современной рекламе требуется множество привлекательных фотографий Продуктов, элементов интерьера и других предметов За четырехвековую историю художниками было создано очень большое количество натюрмортов Но и среди этого количества можно выделить наиболее известные и значимые работы для жанра Одними из самых известных являются вазы с подсолнухами Винсента Ван Гога Персики и груши Поля Сезана Из современных авторов внимания заслуживает Конор Уолтон И его натюрморт – сокрытые апельсины и лимоны На Кузьму, Кузьму Демьяна, на девичий праздник На девичий праздник Выпадала Пороша, выпадала Пороша Белая хороша, белая хороша Как по этой Порошей шел Ваня хороший Шел Ваня хороший «Он не путем, не дорогой, не путем, не дорогой» «Чужим огородом, чужим огородом» «Он чужим огородом, он чужим огородом» «Карсиной тропою, карсиной тропою» Сегодня, окунувшись в эту атмосферу, мы еще раз убедились в том, что все промыслы, все изобразительное искусство в народе начинается с чего, девчонки? С веселого рода. Конечно. А душа народа начинается, девчата, с чего? С песни. Субтитры подогнал «Симон»!